Уважаемые братья и сёстры, я рад тем, что Всевышний мне дал возможность с вами здесь, можно сказать, участвовать в этом собрании. Почему? Потому что я очень ценю, люблю образование. Кто занимается и хочет приобрести какое-то знание этих людей, уважаю. Поэтому, когда мне сказали, ну, хотят меня тоже здесь видеть, долго меня уговорить не пришлось. Я сразу дал согласие. В первую очередь я хочу благодарить преподавателей. Это очень большой труд, то, что вы преподаете здесь. То есть терпите, я могу сказать, даже от себя наши капризы. Капризы студентов, значит, я считаю это наши капризы. Вы достигли вот таких успехов, которые нам перечислил предыдущий выступающий. Это, конечно, ваш труд, ваша энергия, ваша любовь к студентам. Поэтому я от души вас благодарю, всех преподавателей. Делаю вам дуа, чтобы ваши дети стали счастливыми, барракатными, здоровыми. И они вас радовали и на этом, и на том свете. Я больше всего счастьем считаю вот это, когда дети становятся счастливыми и здоровыми. Вот это я вам прошу. И насчет образования. Образование это обязательно нужно получать образование. Все обязаны получать образование. Но в последнее время, вот сколько лет относится к этому времени, я не знаю. Даже можно сказать, после перестройки, до этого религиозный человек мог бы обходиться без светского образования. И светский человек мог бы обходиться без религиозного образования. А после перестройки, я считаю, обязательным оба образования. И религиозный, и светский. Когда Рамазан Гаджимурадович стал главой, первое время это было, Ливаши. Они организовали мероприятия, куда были приглашены и имами, и главы администрации. И там мне предоставили сток. Я в своем обращении, в выступлении так говорил. Религиозное образование должны получать все люди, которые хотят занимать какую-то должность в Дагестане. Ну, в частности, Дагестане. Почему? Даже если человек, который дальше, ну, в перспективе думает, работать в органах службы федеральной безопасности, я так и сказал там. И они, я бы рекомендовал им, чтобы они тоже изучали ислам. Даже если они исповедовать не будут, ислам, им нужно изучать. Почему? Потому что, если они ислам не будут изучать, как они будут, или же они должны, им без разницы, как обращаться с мусульманами. Как их праздник, поздравить их, как вести общество вместе с мусульманами. Если они хотят строить уважительное отношение к мусульманам, они должны изучать ислам. А сейчас я добавляю, все религиозные люди, имеют в виду алими, они должны получать светское образование. Тогда я так не говорил. Сейчас я дополняю. Обязательно все имами должны получать светское образование. Почему? Точно так же, как работники государства обращаются с мусульманами, имами тоже обращаются в мечетях со светскими людьми. И если имам не знает психологию и другие моменты, вот как нужно обращаться со старшим, уважение. В общем, много что, если он не знает, как обращаться со светскими людьми, у него тоже работа не получится. Поэтому вот это оба образования, и светские, и религиозные. Кто хочет с людьми работать, я считаю, обязательным. И второе, почему нужно изучать светские и религиозные предметы, потому что в наше время, когда мы учились, я выступал и знал, перед кем я выступаю. Например, мечеть, 300 человек, 200 человек, максимум 500 человек. И рассчитываю на эту аудиторию. А сейчас, когда имам выступает, он должен рассчитывать и на Америку, и на Индию, и на все государства. Потому что через минуту его разговоры там будут слушать. А если он будет ошибаться, все будут его склонять в его лице и ислям. Поэтому имамы тоже должны светские изучать, как светские люди должны изучать религиозные науки. По поводу соцсетей тоже хочу несколько слов сказать. И человек, не зная, особенно я обращаюсь к студентам, это говорю, на той стороне провода, кто, с кем он общается, он что угодно позволяет для себя. Говорит там, хрисят. Есть такой хадис, «Кто уверовал во Всевышнего и в судный день, тот пусть говорит доброе, хорошее, или же молчит». Еще хочу, обращаясь к студентам, сказать, «Сайфуллах Кады, когда саллаху сирраху». Был Алимом, был Шейхом, был врачом. Врачи его оценивали как врача. Они не знали, что он Алим. Алими, как Алима, я еще добавляю, Суфи, как Суфи, я оценивали его, известного на весь мир. В то время, в мире, такого человека, как Сайфуллах Кады, в его период времени не было. Вот такого уровня человека. Но каждый по-своему оценивал его. Я хочу, чтобы наши студенты были развитыми во всех направлениях. Чтобы они были и спортсменами, и Алимами, и кандидатами наук, и хорошими родителями. Чтобы во всех направлениях вы занимали высший уровень, высшей степени, чтобы вы были. И этот авторитет, этот уровень. Если с сегодняшнего дня, будучи на скамях студенту, вы за собой соблюдать не будете, и вдруг завтра вы станете президентом, премьером министра, ректором, потом вас скажут, «О, ты когда был студентом, ты был наркоманом, ты был неуважительным человеком к преподавателям, ты был таким-сяким». Чтобы тогда вам оправдываться не приходилось, сегодня же за собой соблюдайте. Это у меня к вам просьба и желание. У вас, студенту, будущее за вами, Дагестан. Конечно, другие ректора, пусть на меня не обижаются, я только вас вижу, я вас уважаю, вначале говорил, и вижу, что за вами будущее. У вас перспектива, вы востребованы в обществе. Знаете почему? Потому что вы честны, вы изучаете исламские науки, и вот это всегда будет востребовано, особенно вот сейчас, вот это последнее время. Даже люди, которые не исповедуют ислам, даже, можно сказать, почти атеисты, они тоже говорят, будущее за ислама. Поэтому у вас будущее есть, вы благодарите Аллаха и относитесь к этому уважительно и с благодарностью. Но тут же хочу отметить, есть люди, которые не хотят видеть, что за исламом будущее, а если бы их не было, нам было бы скучно, вообще неинтересна была бы работа. Поэтому на таких людей, когда они есть, вы не обижаетесь. А хороших людей, если не будут, ну, плохих не скажем, неправильных, с чем сравнивать, и как узнать, что они хорошие, если нехороших не будет. Поэтому за это тоже вы благодарите Аллаха. Знаете, их Аллах почему создал? Чтобы мы не расслабились. Они же, наши не друзья, за нами наблюдают, и нам расслабиться они не дают. Благодаря их, вот этой слежке, мы себя подтягиваем, держим в форме, а это хорошо. За это тоже надо Аллаха благодарить. Еще хочу обратить внимание на охлаки. Вот это тоже очень важно. Я в начале разговора тоже чуть-чуть на это обратил внимание. если мы за собой наблюдать не будем и будем говорить словом или своим поведением, что для меня все проходит, и будем показать свою наглость, конечно, вот тогда будущего у нас не будет. Насчет охлаков нам очень надо быть бедительными, нельзя нам грубить. поэтому когда у нас что-то хорошо не идет, имейте в виду, это наша с вами вина. Нам надо покаяться. Охлаков должны улучшить. Сегодня мне сообщили, здесь в Дагестане, по-моему, это было, у одной русской женщины дом, говорит, сгорел, и благотворительный фонд ИСАН, они, говорят, собрали деньги, и уши ей помогали. Я вам искренне говорю, если бы они построили мне дом, я бы не радовался как сегодня. Вот как мы должны вести себя, вот где мы должны показать пример. Если мы оказываем помощь своим близким людям, это, поверьте мне, это ради Всевышнего вряд ли будет. Потому что мы ожидаем, хотя этого слуха не говорим, если вдруг у меня будет такой темный, черный дом, они мне тоже помогут. У нас такое, хоть мы не хотим, это мнение бывает. А что вот эта русская женщина поможет нам, ни у кого нету такой надежды. Вот это будет помощь ради Аллаха. Поэтому я сегодня после работников фонда особенно их благодарю. Обращаюсь опять студентам, я бы хотел вам желать в первую очередь, чтобы вы были человеком, потом специалистом. Это очень важный момент, я считаю. Второе, что я вам желаю, будьте мудрыми. А что я подразумеваю под словом мудрым? Это человек, который нужное время нужное слово, нужно вместе говорить. Вот мудрый человек, будьте все студенты мудрыми. Преподаватели, вы не думаете, я вас учу, я это обращаюсь студентам, говорю. У вас есть знания, чтобы меня даже учили. Еще обращаюсь студентам. Самым сильным человеком я считаю справедливым человеком. Пускай он не занимает никакой должности. Самый сильный человек это справедливый человек. Будьте самыми сильными. Вот это тоже я вам желаю. еще я хочу, чтобы вы друг друга любили. Любили всех. За то, что все творения Всевышнего. Не за то, что он сосед мой, не за то, что он мой дядя, за то, что он мне помогал. Нет. За то, что они творения Всевышнего и они за то, что являются умотом нашего любимого пророка. и знайте каждого как любить. Это тоже важный момент. Надо любить всех и знать каждого как любить. И говорят, если у кого-то появились рубли у мудрого когда советуются спрашивают на что расходуют эти деньги какой бизнес вкладывают говорят образование вкладывать даже один рубль лучше вкладывать образование и еще хочу обратить внимание вы замечаете последнее время после того как максуда не стало у нас часто руководители меняются а коллектив остается это тоже говорит что у нас сплоченный хороший дружный коллектив и нам не так важно кто руководит нами главное чтобы мы были братьями сестрами и мы идем в одном направлении вас саламу алейкум арахматуллах и теаля баракат арахматуллах